Реформы в медицине. Во имя чести и достоинства человека. 18 марта президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провел открытый диалог с медицинскими работниками. Встреча стала первым в истории страны событием подобного формата. Глава государства в своем выступлении обозначил 7 направлений работы, выработанных на основе обобщения и систематизации обращений, а их поступило более 25 тысяч. Президент отдельно остановился на каждом из направлений и выдвинул новые инициативы. Это приближение первичных медицинских услуг населению, развитие скорой помощи, улучшение условий в медучреждениях, материальное стимулирование работников сферы, обеспечение квалифицированными кадрами, повышение культуры здоровой жизни в обществе и профилактика заболеваний. И это еще не весь перечень предстоящих масштабных планов. Лидер страны подчеркнул готовность направить любые средства и возможности на то, чтобы обеспечить здоровье нашего народа. Инициативы президента, выдвинутые в ходе открытого диалога, вызвали большой интерес у широкой общественности и зарубежных экспертов. Я приняла участие в состоявшемся диалоге. Это была впечатляющая дискуссия с конкретными и важными результатами. Что запомнилось? Это был первый диалог такого формата – открытый, прозрачный, инклюзивный и приглашающий к участию. Очень важно, что направление обсуждений было сосредоточено на трансформации системы здравоохранения. Если работать, опираясь на то, что уже было сделано за последние пять лет, а это немало. Например, основное внимание уделяется профилактике заболеваний, а не лечению. Развитие потенциала и увеличение количества профессиональных медицинских кадров высокого уровня. Обеспечение лучшего доступа к услугам здравоохранения в удаленных районах. Стимулирование частного сектора и иностранных компаний в секторе здравоохранения. Больше педиатрических и специализированных клиник для болезней, которые приносят новое время. Новая система медицинской поддержки малообеспеченных семей. Цифровизация системы здравоохранения и внедрение инновационных технологий. И, конечно же, особый фокус на укрепление добросовестности и противодействие коррупции в здравоохранении. Все это обсуждалось в ходе встречи и оставило положительное впечатление. Самое главное, запомнившееся из сегодняшних слов президента, это особое внимание на человекоцентричный подход и манифест о возведении здоровья нации в ключевой приоритет. Мы понимаем, что здоровье – это необходимые условия для развития. Поэтому для готовности системы здравоохранения к дальнейшим возможным кризисам, как пандемия COVID-19, необходим системный и многосторонний подход. И ПРООН выражает готовность оказать поддержку в этом деле. Уважаемый президент, четко определил нам направление, путь. Это семь направлений развития современной медицины Узбекистана. По его программе можно сказать, что он затронул все темы буквально от первичного звена, кончая высокоэффективной специализированной помощью в Узбекистане. Этот ряд изменений обязательно будет касаться и на Воинской области. Хотя вы знаете, что на Воинской области мы уже начали высокотехнологичную операцию еще три года назад. Мы провели шесть трансплантаций почек, планируем проведение трансплантации печени. Уже сделали около 500 операций на сердце. Сцентирование выполняем. Но он начал эти направления снизу, с развития первичной звена. Ведь если мы будем проводить профилактику, то дорогостоящее лечение, возможно, и не нужно будет. Было очень много вопросов, очень сложных вопросов, на которые он ответил. Касаемо финансов тоже. Конечно, зарплата врача требует большего. Он дал нам надежду, что будет врач получать достойно, до 1000 долларов в месяц. Это, конечно, вдохновит и, конечно, исключит коррупцию из нашей системы. Каждый медицинский сотрудник будет оказывать непосредственное влияние и вклад в развитие здорового человека. Уважаемым президентом, определены семь основных направлений пути развития медицины в Узбекистане. Я хочу остановиться на шестом направлении, потому что это непосредственно касается медицинского образования, подготовки кадров. Я думаю, исходя из этих задач, поставленных перед нами президентом, нужно будет полностью пересмотреть учебные планы, учебные программы, касающиеся непосредственно выпускников. Мы должны их приспособить современным реалям медицины, современным требованиям медицины, действительно, исходя из требований, какие нужны специалисты в данный момент. Медицинское образование, наука отделена от производственной практики. Поэтому, чтобы их интегрировать, нужно побольше, наши, например, выпускники должны работать непосредственно в практическом захоронении. Побольше возможностей мы должны давать выпускникам, чтобы они побольше работали в первичном взаимодействии в захоронении. Выпускники, которые будут работать в сельских отдаленных местностях, им дается потом возможность поступить в клиническую ординатуру без экзаменов. Это позволяет решить такие проблемы, как восполнение вакансных мест на местах, а также повышение заработной платы врачам, которые работают в сельских отдаленных местностях, а также в системе скорой помощи. Это поистине историческая встреча нашего президента с представителями медицины. И я думаю, что эта встреча даст большой импульс для дальнейшего развития нашего здравоохранения. Как правильно отметил наш президент, наша медицина должна быть направлена на профилактику заболевания, а на не лечение осложнений и смертности. Мы со своей стороны приложим все усилия для воплощения этой программы в жизнь. Будем осуществлять поэтапный переход в скрининг, на заболеваемость, учитывая большой рост сердечно-сосудистой заболеваемости, сахарным диабетом, гипертонической болезнью, будем на ранних стадиях выявлять донозологические формы заболеваний. И формируя здоровый образ жизни, будем внедрять эту методику в жизнь, чтобы наше население не страдало от сердечно-сосудистых заболеваний. Это архиважная задача. И думаю, что все медицинские работники приложат все свои усилия, чтобы осуществить эту программу.